Девушки отдыхают Слушай, я тебя почти не знаю Я тут никого по-настоящему не знаю Да какая тебе разница-то? Мы же не семья Мы делом занимаемся Что, хочешь узнать обо мне? Ладно, я тебе расскажу Я тебе расскажу Как я была совсем еще девчонкой Жила на свиноферме В забытой богами глуши У нас на всю семью И одной монетки не было Ели мы ту же бурду Которой кормили свиней Постой Дальше лучше будет Как тебе понравится то, что на нашу ферму Напали бандиты И перебили всю мою семью Хотя никто против них оружие не поднял А вот и лучшая часть Они меня забрали Как добычу Насиловали две недели Перебрасывали от бандита к бандиту как Как Все нормально Я должна была кому-то рассказать Носить все в себе Через некоторое время это становится тяжело Режет изнутри Как нож по сердцу Со временем я вошла к ним в доверие Однажды ночью я взяла нож Подождала пока они уснут И перерезала им глотки Я так и не вернулась на свиноферму Там ведь ничего не осталось Вот такая грустная история Как она тебе? Ну может когда-нибудь и скажу Но не сегодня Увидимся в гильдии Надо же Обратись к капитану Гьяланду Если хочешь на борт Если бы Он Нам бы уже пришлось дома из пекла откапывать Шахты открыты В лавке снова покупатели Спасибо тебе Как шахты открылись Сразу тут все завертелось Не хотелось бы Чтобы все это пропало Отличный вопрос И приезжие чаще всего Мне его задают Ну я бы и рад тебе Что-нибудь романтическое рассказать Но на самом деле Я просто хотел денег подзаработать Вот и выбрал Воронью Скалу К тому же в Рифтоне Умением чинить костяную броню Много не заработаешь Был у меня дружок Темный эльф По имени Банри Очень талантливый броник Кучу времени с ним проводил Все учился разным технологиям Вот и костяную броню Чинить научился А когда он перебрался На злачные пажити Я и решил собрать вещички Да проверить его уроки на практике Вот с тех пор тут и живу Но мне работы всегда хватало Спасибо ледорантским стражникам Так что на меня это не сильно повлияло А с другой стороны Люди стали чаще улыбаться У нас появилась надежда Много лет нам этого не хватало Так так Давненько сюда никто из гильдии не добирался Скажи мне Как мой братец Делвин Все так же просиживает целые ночи В буйной фляге Пытаясь охмурить век Рад слышать Проклятому бездельнику Даже лень послать письмо Собственному брату Написать как у него дела Можешь себе представить В любом случае Ты наверное работу ищешь У меня плохие новости Здесь словить нечего Очень денег хочется да Вот это боевой дух Вот что я тебе скажу У гильдии тут есть проблема С которой я пытаюсь разобраться много лет Но все никак не могу Не смотри на меня так Я здесь один Помогать мне некому И потом честно говоря Это моя проблема Я самый виноват Примерно две недели назад У меня на пороге Объявился один бретонец Эсмон Тайн Он как и ты Заметил теневые метки И я решил что он один из нас Вот именно Уволок прямо из под носа Ты представляешь Мою собственную формулу Улучшенной костяной брони Я много лет ее совершенствовал Но прежде чем сбежать Он нес какую-то чушь Насчет того Что хочет продать товар Риклингам В замке Корстаг Я сказал ему Что глупо даже думать О разговорах С этими злобными Маленькими тварями Но он не стал слушать Готов спорить На толстый кошелек С монетами Что он либо уже помер Либо прячется где-нибудь там Сделай это А я уже в долгу не останусь Ты не разочаруешься Тащи сюда оружие и доспехи Починю в один момент Бleh Милый Бaders Наталью Ладно Ну Сories Ладно 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 Тная Продолжение следует... 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 Продолжение следует...